МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый министр обороны Украины Умеров призывает использовать в армии 16-летних подростков. В провластных российских телеграм-каналах начали распространять цитаты Умерова, которую ранее якобы опубликовало крупное украинское издание «Униан». В ней министр обороны заявляют якобы следующее. Верховной Раде нужно задуматься, почему парни у нас могут делать детей с 16 лет, а служить только с 18-ти. Но о вопросах отцовства 16 лет и службе в армии, похоже, придется рассуждать только российским пропагандистам, потому что издание «Униан» такой цитаты не публиковало. Подобных слов министра обороны Украины нет и в других украинских СМИ. Про расследование против Умерова сообщают в основном российские СМИ. РБК пишет, что взяла эту новость у украинского издания «Комментарии». А то, мол, в свою очередь, ссылается на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины. Сайт такого медиа мы нашли, там даже есть якобы номер дела против Умерова. Правда, поиск по этому номеру на сайте Высшего антикоррупционного суда Украины не выдает никаких результатов. В российском канале я прочитал, что вот этот вот новый министр обороны предлагает якобы службу в армии, порог, понизить с 18 до 16 лет. И вот там якобы приводятся его слова, что Умеров говорит, что надо задуматься, почему парни могут делать детей с 16, а вот в армии служить только с 18. Вы что по этому поводу думаете? Смотри, вот его парень, вот его парень и девочка идёт служить в 16 лет, прям на передовую, сразу же, блин. Вот, вот тебе и всё. Это популистские такие, это самое, знаешь, отправь своих детей сначала воевать, а потом уже, б***, говори, блин. Его дети там воюют, нет? Не знаю. Ну, не знаете, ну, посмотрите, там есть у него дети, нету. Иначе он сам пускай пойдёт на передовую, хотя бы разок съездит, б***, подражит немножко, б***. За Зеленского жизнь отдаст, б***. Ну, а в целом вы в такую новость поверили бы? Я прочитал её в российском телеграм-канале. Как считаете, это правда? Да чёрт тебя, они сейчас всех, по-моему, уже грибут, б***. Я просто этой новостью заинтересовался и начал искать подтверждений, и оказалось, что эта новость и цитата вот этого нового министра обороны, она неправдивая. Везде идёт информационная война, ничего страшного. Это нормально. Это считаете нормально, что вас, по факту, россиян обманывают? Я считаю нормально, когда украинцам говорят, да, что они в Бахмуте сидят, а их уже в Бахмуте нет давно. Там только трупы остались, которые собирают. Вот это считаю нормально. Где такое говорится? Где-то в Украине говорится, что они ещё в Бахмуте там или? Да где, не говорились, я просто знаю. Да, я в это верю. Вот, кстати, вот в это я верю. Я заинтересовался этой новостью и оказалось, что это неправда, потому что телеграм-канал ссылается на украинское издание «Унион», но там такой цитаты, я её вбивал, нету. И в других СМИ слов таких министра обороны нового Украины нету. Ну, нет, нет. Нет, ну, ошибка, значит, была. Ну, да, получается, что это осознанный фейк. Ну, я думаю, что там, я думаю, что могло быть такое. Как ты относишься к тому, что, по сути, нам врут? Да, я никак не отношусь, что Украине помогает весь Запад. Это уже, это мне большая новость раздражает. Я думаю, что это бред. Как ты относишься к тому, что в российском телеграм-канале говорят, по сути, неправду и обманывают россиян? Поджег центр ДНК исследований из-за того, что остался недоволен результатом своего теста. На такой поступок, рассказывают пропагандисты, отважился украинский беженец в США. Так, в пророссийском телеграм-канале Украина.ру появилось видео, якобы выпущенное журналистами Аль Джазиры. В нем рассказывается о том, как в Калифорнии некий мужчина по имени Алексей Шинкаренко сделал ДНК-тест для того, чтобы узнать, сколько в нем процентов украинской крови. Результаты исследований его, мол, сильно разочаровали, ведь выяснилось, что украинец он менее чем на 10%. Тогда беженец потребовал назад уплаченные им деньги, будучи уверенным в ошибочности результата. Лаборатория в возврате средств ему якобы отказала, и Шинкаренко решил отомстить ДНК-центру поджогом. Алексей Шинкаренко беженец из Украины. Он заказал генеологический ДНК-тест у 23andme. Результат показал, что Шинкаренко украинец на 7,9%. На 42,4% поляк, на 6,6% русский и на 43,1% других европейских национальностей. Аль-Джазира такого видео не публиковала. Ролик «Монтаж пропагандистов», над созданием которого, видимо, даже сильно не заморачивались. Рассказываем, кем на самом деле является мужчина, показанный в ролике. Это никакой не Алексей Шинкаренко, а Джерри Кэролл, британский политик. А кадры поджога, которые демонстрируются в сюжете, на самом деле были сняты не в Калифорнии, а в штате Индиана. И поджигал злоумышленник не ДНК-центр, а вестибюль тюрьмы округа Лейк. Интересно, а поверил ли кто-нибудь в эту новость? Переключаемся на Андрея. Вот я, да, у меня отец, бабушка-хохлушка, да, загородка, да, фамилия русская, блин, да? Отец татарин, блин, а дед русский, блин. Кто я? А? Ну, как вы сами... Татар Макголин, блин, ё-моё. Вы вообще верите в такую новость? Очень, очень отрицательно отношусь, понимаете? Очень отрицательно. Какие на***ть тесты, какие, блин, это самое. Понимаешь, Россия многонациональная страна, б***ь. Кто на ком женился, блин, и от кого какая кровь притекла, б***ь. От того и притекла, б***ь. Мы живем в одной стране, живем дружно, б***ь, не воюем, б***ь. Все нормально, б***ь. Могут ли белорусские силовики в 2023 году сажать людей за участие в протестах на законных основаниях? Возможно, да. Проблема лишь в том, что законы в Беларуси власти могут менять и подстраивать под себя. Однако изменений в законодательстве страны не хочет замечать пропагандист Иван Эйсмант. В программе «Клуб редакторов» на канале «Беларусь-1» он заявил следующее. Политические заключенные у нас уже сколько насчитали, политические заключенные. Хотя я, как юрист, заявляю, если открыть уголовный кодекс, которому десятки лет, там все черным по белому написано. Во-первых, действующий уголовный кодекс Беларуси был принят при Лукашенко в 1990 году. И стал действовать с 1 января 2001. В старом же кодексе, к примеру, не было тюремного наказания за оскорбление представителя власти. Во-вторых, в 2020 придумать новые законы действительно не успели. Поэтому придумали в 2021. Тогда появились новые статьи, такие как, например, участие в экстремистском формировании. А еще неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Появилась в Беларуси статья за реабилитацию нацизма. По ней был осужден двоюродный правнук белорусского поэта Якуба Колоса. Интересно, а подпадают ли под статьи уголовного кодекса слова белорусских пропагандистов? Например, как Следственный комитет оценил бы такие высказывания Григория Азаренко? Как я хочу посмотреть, чтобы Урсулиха фон дер Ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь и она дрыгала своими грязными кочерыжками, умоляя о помощи. Думаем, Генеральной прокуратуре Беларуси непременно стоило бы обратить внимание на сотрудников государственных СМИ. Владимир Зеленский построил дом из тел убитых украинских военных. По словам пропагандиста Армена Гаспаряна, номер с заголовком подобного содержания выпустил французский журнал «Франк Террор». Дом, который построил Зеленский. 400 тысяч кирпичей для архитектора Новой Украины. Если кто-то не понял, дом из трупов. Однако на самом деле такого номера не существует. Ни на сайте издания, ни где-то еще на просторах интернета найти его невозможно. Потому что информация в телеграм-канале пропагандиста – очередной фейк. Интересно, а приходила ли в голову Армену Гаспаряну мысль о том, что дом из трупов убитых солдат построил не Зеленский, а, например, Владимир Путин, когда объявил о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года. А способствовал ли президент России возведению горы из убитых тел, когда начал проводить мобилизацию осенью того же года и отправлять новобранца в зону боевых действий? Эти вопросы про кремлевский журналист в своем телеграм-канале поднимать почему-то не спешит. Что по этому поводу думают россияне, узнавал Андрей. Видно вам, может быть, Франц... Путина? Ой, да это, блин, помойка, блин. Там что только не напишут. Это раз. Во-вторых, я не думаю, что... А зачем дом строить из тел военных? Они же вонять будут, блин. Понимаете, человек, когда лежит, на жаре особенно, да, он пахнет начинает. Получается, вы не верите в эту новость? Ну, дебилом надо быть, блин, вообще, блин. Чем плохи российские новости? Чем они плохи? Ну, мы прочитали с вами сейчас три новости, и все три оказались фальсифицированными. Я не сказал... Вернее, я сказал, что бред там несут, блин, да? А кто эти новости делает? Это не российские новости. А если товарищи, которые такие новости распространяют, то они где-то либо в Израиле, либо в Германии, либо еще где-то, блин. Блогеры, блин, кто это новости? От блогеров идет. Вот последняя новость... Какова свалила? И Алла Пугачева свалила, блин, понимаете? Я после смерти Брежнева последние 40 лет ни в кого не верю. Никому и ни во что. Сотрудница немецкого общественного телеканала ZDF считает жителей Донбасса недочеловеками. Такая новость появилась в пропагандистском телеграм-канале. К посту прикрепили следующее видео. Однако женщина в интервью недочеловеками никого не называет. Слова, которые пропагандисты переводят как недочеловеки, на немецком звучат «undermenschen» – их настоящий перевод и эти люди. То есть немка в интервью говорит, не кто убивает недочеловеков, а кто убивает этих людей. Поверили ли россияне в новость, опубликованную в пропагандистском канале? Узнаем от Андрея. Но вот я заинтересовался этой новостью и оказалось, что эта новость тоже оказалась фейком. А вот за эти фейки надо расстреливать, б***ь, и все. Но это новость из российского телеграм-канала. А кого расстрелять? Ну, мало ли кто там, мало ли кто там, б***ь, понимаешь? Ты веришь в такую новость? Это могло бы быть на самом деле? Нет. Ну, или да, да, может быть. Б***ь, их много людей в мире. Но это российский телеграм-канал. Да. То есть среди россиян тоже могут быть не очень адекватные? Да, конечно, б***ь. Очень, б***ь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому